Библейский портал экзегет.ру представляет Не то что непонятно, а не очень ясно, зачем это здесь У нас только что были притчи, пророчества, всякие глубокие смысловые вещи И вдруг много мелких подробностей Давайте постараемся понять, почему они здесь А через два дня наступала Пасха, праздник пресных хлебов Но это такое пояснение для тех, кто из читательской аудитории Марка не знает этого Еврейский праздник, когда едят только опресники, ну или массу на нынешний лад, как это называется, без закваски Первосвященники и книжники искали возможность тайком схватить его и убить Но говорили они только не в праздник, чтобы не вызвать возмущения в народе Какая разница, убивать праздник или нет Просто в праздник очень много паломников собиралось в Иерусалим И настроение, конечно, совсем другое То есть какие-то дурные действия, они были бы в праздник, ну уж совсем неприемлемы А так вот, очень часто говорят, ну у нас сегодня там праздник, пост Мы сейчас этим не будем заниматься, об этом не будем говорить Но это же смешно, то есть если это плохое действие, то не надо его делать никогда Если оно хорошее, почему бы его не сделать и в праздник Иисус был в Вифании, а это уже мы читали, небольшая деревня прямо рядом с Иерусалимом Тоже интересно, почему в Вифании, почему не в Иерусалиме Но вот, может быть, если бы он пришел в Москву, он бы не жил, знаете, на Красной площади А где-нибудь в Люберцах Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного Интересно, Симон Прокаженный, то есть он отверженный еще к тому же Наверное, в этот момент он уже был исцелен, но за ним такое прозвище сохранилось просто И вот, смотрите, он селится вдали и селится у человека, который вообще-то изгой, ну, по крайней мере, недавно им был О чем-то это говорит Когда он находился внутри, вошла женщина с алабастровым сосудом, полным чистого народового масла Это особо ценный сосуд с особо ценным маслом, проще сказать так То есть вошла с хрустальным, знаете, такой хрустальной литровой бутылью Коко Шанель, там, самого высшего сорта, благовоний духов Каким диссонансом это с Люберцами нашими, да, с деревней Вифани, с дома Симона Прокаженного, да Вот он, он как попроще, он прям вот с самыми-самыми такими отверженными И тут входит, эта самая женщина несет что-то роскошное, вот нарочито вызывающе дорогое Она разбила сосуд, между прочим, сосуд сам к себе денег стоит И возлила масло ему на голову Да, я бы возражал, если бы мне сейчас на голову налили масло даже дорого Но тогда понемножку оливковым маслом, ну как сегодня там бальзамами всякими Умащивали голову, да, то есть чтобы было, ну чтобы волосы росли хорошо, кожа не сохла Особенно в жаркое время, это очень ценно Ну и вот она выливает самое дорогое и выливает все, да То есть, ну, какой-то жест прямо вот роскоши такой неудержимой, расточительства Некоторые стали между собой возмущаться, к чему такой расход драгоценного масла Его можно было продать больше, чем за 300 динариев и раздать их нищим Напомню, за динарией паденщик работал целый день То есть 300 динариев это почти годовой заработок небогатого человека Они стали его говаривать, а Иисус на это сказал Кстати, они абсолютно правы в оценке, судя по всему, что здесь написано А Иисус на это сказал, оставьте его в покое, чтобы к ним привязались Она сделала ради меня доброе дело Нищие всегда будут рядом с вами, сможете им помогать, когда захотите Кстати, вот, хороший урок Сможете всегда помогать, когда захотите Вопрос только в вашем желании А я не всегда буду с вами Она сделала, что было в ее силах Помазала тело мое для погребения Вот смотрите, мы читали там Богатому он говорит, раздай все, нищимый, иди за мной Потом человеку говорит, назови Тот ее спрашивает, назови первую заповедь, он называет первую и вторую И тот говорит, да Иисус ему отвечает, недалек ты от Царства Божьего, и вот уже он рядом со всем Вот у каждого свое А эта женщина ничего не говорила, даже не выясняла Она по-женски, она на эмоциях, она про отношения Она разбила сосуд и вылила драгоценное масло ему на голову И это достаточно для него в данный момент Она сделала, что было в ее силах Помазала тело мое для погребения Он уже говорит о том, что он скоро будет похоронен Значит умрет, или точнее будет убит И она, может быть, ничего особенного-то не сделала Но выразила свои чувства Вот эти отношения, которые были ей важны Аминь, говорю вам, по всему миру, где только будет возвещено Евангелие Расскажут и о том, что она сделала Помянут ее Не назовут ее великой правницей Мы, кстати, ее имени даже не знаем Кстати, очень часто традиция говорит, что это Мария Магдалина Но мы не знаем наверняка Но то, что этот поступок остается в веках Да, расточительный Нерасчетливый Нерациональный Но полный любви Вот как она смогла Вот что у нее получилось Вот что у нее было Один из двенадцати Иуда Искариот Да, уже все знаем Но пока читатель еще не знает Отправился к первосвященникам Он хотел предать Иисуса в их руки Услышав об этом, они обрадовались Обещали наградить его деньгами А он стал искать удобного случая Предать Иисуса Почему сейчас? Ну, почему вообще Иуда так поступил? Об этом много спорят Есть разные теории Я назову то, которое мне кажется убедительным Он понял, может быть, после этого случая По крайней мере, особенно ясно Что от Иисуса нечего ждать Вот чего-то такого, знаете, рационального и выгодного Иногда говорят, он был жадным Он вот очень расстроился, что столько денег пропало Да, вы знаете, ведь Иисус Со своим чудотворством Он был гораздо более ценным активом Чем 300 или 3000 Или 30 тысяч динариев Даже дело не в том, что можно заработать очень много А дело в том, что Ну, такого больше нет Этих сосудов с маслом Их в мире много Динариев очень много в мире А вот такого больше нет И когда Иуда слышит Одновременно две вещи Что оставьте ее Сумасбродная тетка что-то там потратила Не по делу Ай, пусть Ай, ладно И вообще, я скоро умру Рушится вся вот эта вот Выстроенная картина Ну, как же, как же Ну, ты же могучий Такой вот чудотворец Наверное, сейчас все вот только-только начнется И все будет здорово Все будет как мы хотим Нет, ничего этого не происходит Иногда говорят И может быть, это правда Он тем самым хотел его вынудиться творить чудо Что вот ты мелочевкой какой-то занимаешься Вот сейчас тебя поведут на смерть Так тебе же придется призвать легион И ангелов себе на помощь Вот тут-то оно все и состоится Может быть, Иуда размышлял так А мне кажется, очень важно Что Евангелие нам даже не поясняет Почему он так себя повел Знаете, зло не очень важно понимать Важно понимать, что есть зло И важно понимать, что оно действует А вот какие у него резоны Как оно себя оправдывает, объясняет Мне интересно, да и опасно В первый день праздника пресных хлебов Когда приносилась пасхальная жертва Говорят ему ученики Да, значит, тут есть некоторые разногласия Особенность Евангелия Матуана Вот Марк явно указывает Что Пасха еще не началась Собственно, первый день праздника День подготовки Да, как мы бы сказали Там канун Да И пасхальная жертва Приносится для того Чтобы ее успеть приготовить И на следующий день Можно было ее съесть Ну вот, если надо нам Совместить с Евангелем Матуаном Можем понять только так Если не надо И у нас получается Что вот, собственно, пасхальный день Но тогда его распятие Получается ровно в праздник Да А не на Пасху То есть, а не не предварительно Где ты хочешь, чтобы мы это сделали? Он поручил это двум своим ученикам Сказав им так Ступайте в город Вам встретится человек Несущий кувшин с водой Ступайте за ним Человек, судя по всему, мужчина Поэтому необычно Воду, как правило, носили женщины И куда он вас приведет Передайте хозяину этого дома Слова учителя Где моя комната Чтобы мне сесть с учениками За пасхальную трапезу? Довольно такая Дерзкая просьба, я бы сказал В чужой дом войди И спросите Где моя комната? Покушать хочу с друзьями Ну и вот Как ни странно, да Он покажет вам большую горницу Убранную и готовую к празднику Там вы все и приготовите для нас Смотрите Нерасчетливость, небрежность Взяли дорогое масло Просто так потратили Или Да и так все есть Не нужно высчитывать Выгадывать Где там заработать Сколько динариев Вы хотите праздновать? Да пожалуйста Вот вам комната В которой все уже накрыто Они спрашивают То, что интересно Слушай, скоро праздник Нам надо закупиться Нам надо приготовить Нам надо убраться Нам надо там Помыть посуду Растерить все, накрыть Он говорит Да все уже есть О чем вы беспокоитесь? Только спросите Где, в какой комнате Вам покажут Первый встречный вам человек Слушайте, это тоже урок Да? Вот можно жить Рассчитывая 300 динариев И выгадывая Какая там Распродажа к празднику Да? Как на рынке Повыгоднее купить барашка К Пасхе А можно вот так вот Просто зайти И обнаружить Что все готово Уже заранее Ученики отправились в город Там они нашли все Как он им и сказал И приготовили пасхальную трапезу Когда настал вечер Он пришел туда вместе с двенадцатью Видимо, какие-то другие Были особенно такими Беспокоящимися Их отправили как раз На заготовку Когда они возлегли И принялись за трапезу Иисус сказал Аминь говорю вам Один из вас предаст меня Тот, кто сейчас ест вместе со мной Тогда они начали говорить ему С горечью один за другим Только не я И снова парадокс Снова неожиданность Зачем так говорить всем Хотел упрекнуть того, кто предаст Мог его одного упрекнуть Перед всеми или наедине Зачем это знать остальным Может быть Ровно для того Чтобы они понимали Что это не такое уж уникальное событие Что человеку Не так трудно Случайно оказаться предателем Или не случайно Но не думая об этом А как-то вот само собой И об этом еще будет Только не я Он сказал им Один из двенадцати Тот, кто макает Свой кусок хлеба В одно блюдо Вместе со мной Ну как тогда ели Был блюдо в нем Какое-то кушанье А вместо тарелок Собственно были лепешки То есть человек На хлеб зачерпывал Эту пищу И ее кушал Да, сын человеческий идет Куда ему предписано Но горе тому человеку Через которого Совершается предательство Сына человеческого Лучше бы было Тому человеку Вовсе не родиться Слова довольно понятные И все-таки остается вопрос Почему Почему вот так все Не конкретно Может быть действительно Чтобы они Примерили на себя Эту возможность И поняли что Дело не в каком-то Одном испорченном Иуде Дело в выборе Который постоянно Стоит перед людьми Когда они ели Он взял хлеб Благословил его Разломил И раздал им со словами Примите это тело мое Взял чашу Благословил И передал им Чтобы все отпили Из нее Сказав им Эта кровь моя Ради многих людей Она проливается И заключает завет Аминь Говорю вам Уже не буду пить Сок виноградной грозди Ну то есть вино До того самого дня Когда выпью Новое вино В царстве Божьем Вот об этом месте Которое конечно Знакомо всем Кто хотя бы Немного знает О христианской евхаристии Об этом месте Спорят довольно много Что это было Было ли это В начале В середине В конце В завершении трапезы Но не в начале Судя по Марку Да и по другим источникам Было ли это В ходе трапезы Как можно понять Марка Было ли это В конце отдельно И тогда получается Что Иуда Который макает Кусок хлеба В одно блюдо Соответственно Не участвовал Может быть В этом Событий Но с другой стороны Почему нет Да То есть Тогда разводится Простая трапеза И разводятся Вот эти Установительные слова Тайный вечер И евхаристические слова Мне кажется Мы здесь Немножко начинаем Слишком уж Интересоваться Такой принципиальной Конструктивной схемой Тайный вечер Вот в какой момент Что было чем Где просто хлеб А где тело мое Мне кажется Что евангельский текст Так и вообще Обычный библейский текст Он гораздо более Цельный Интегральный Он говорит об этом Как о единой трапезе В ходе которой Свершается Жертвоприношение А точнее сказать Свершается трапеза После жертвоприношения В нормальной Ситуации Ветхозаветная Или другая Древняя жертва Сначала приносится Потом поедается Ну это очевидно Надо зарезать барашка Потом Часть его Мясо Или внутренности Сжечь для Бога На жертвеннике После этого Можно кушать Все остальное Не так ли Иначе просто Физически не получится Здесь они сначала Получают плоть И кровь Своего учителя Символически В хлебе и вине И только потом Он приносится В жертву Вот Вот все Не как у людей Да Вот все как-то По-своему И на каждом шагу Ожидания Ломаются И женщина Которая не так себя повела А оказывается Он ее похвалил И хлопоты Перед праздником Которые совершенно не нужны Потому что Все уже само готово И предательство Там где ожидаешь Наибольшей верности И более того Он не отталкивает Предателя Мог бы его прогнать Сразу сказать Вот ты меня предашь Поэтому иди отсюда И этого не делает То есть Какая-то ситуация Когда человек В своей логике Все время оказывается Вот В заблуждении Все не так Как он привык думать Все не так Как он ожидает Пропев хвалу Они пошли На Илеонскую гору Ну Это Традиция Завершать Любую трапезу Наверное Но пасхальную Особенно Благодарственными псалмами Они пошли На Илеонскую гору Говорит им Иисус Вы все Поддадитесь Соблазну Как написано Поражу пастуха И рассеются овцы Но когда воскресну Сам прежде вас Окажусь в Галилее Вот еще одно Прямое Пророчество В воскресении Не очень понятно Почему они идут На Илеонскую гору Но допустим Погулять То есть Хорошая погода Весна Праздник Почему бы не выйти на улицу Не пройтись Не насладиться Всем этим Уже ночь Ну и что Петр Петр сказал ему Пусть все Поддадутся Соблазну Но только не я Вот опять Петр Со своей Горячностью Готовностью Со своими Чисто человеческими Эмоциями Говорит ему Иисус Аминь Говорю тебе Сегодня Этой же ночью Не успеет петух Пропеть Трижды Дважды Как ты от меня Отречешься Трижды То есть Будешь быстрее Петуха Петух Ну такое Бессмысленное Существо Он поет Конечно Перед рассветом Но трудно Ожидать от него Какой-то Скажем так Целесообразной Деятельности От Петра То приходится А нет Нет Вот и от Петра Не приходится А он отвечал Все настойчивее Если бы даже Грозила мне смерть Не отрекусь от себя И остальные Повторяли то же самое За ним Да Как легко это сказать А он уже не спорит Но начинается С малого испытания Так приходят они К месту Которое называется Гефсимани Ну это буквально Гатшемен Давильня для оливкового масла Там где растут оливы А Элеонская гора Это гора с оливковыми деревьями Там конечно и масло Удобно выжимать Там он говорит своим ученикам Побудьте здесь А я помолюсь Не отдайте за меня жизнь Не взойдите со мной на крест А просто побудьте С собой взял Петра Якова и Иоанна В тоске и смятении Говорил он им Душа моя в муке смертная Останьтесь здесь И будьте на чеку Всего-то Да И опять у нас Вопрос А почему ему так плохо Он еще ничего не знает О том Что его скоро арестуют Или наоборот Он знает обо всем Ну раз предсказывал Свою смерть Что тем более Но тогда получается Что он И не должен переживать Он же знает Чем все закончится Мы сегодня вот знаем Но как это страшно и горько Когда Когда все так Вот Может быть это тоже такое Оправдание горя Человеческого горя Вот даже если ты все знаешь Все понимаешь Но тебе очень плохо От каких-то событий И это так С Христом было то же самое И что человек делает Когда Душа его в муке смертной Немного отойдя Он пал на землю И стал молиться Чтобы миновал его Если возможно этот час Он говорил Авоочи Аво это отец на арамейском Авоочи Все возможно тебе Принеси эту чашу Мимо меня Ну да будет по-твоему А не по-моему Вот что такое молитва Молитва Когда человек говорит Богу Предельно честно И оставляет за Богом Все таки решение Да будет по-твоему А не по-моему Возвращается он к ученикам И застает спящими Тогда говорит он Петру Симон ты спишь Симон его имя До того как он был назван Петром Не мог продержаться И одного часа Только что говорил Умру за тебя Не предам тебе Будьте начеку И молитесь Чтобы не поддаться искушению Ты дух крепок А плоть немощна Да дух крепок А плоть немощна Но куда деваться Да плоть берет свое Они устали Кстати Очень позднее время Ночь уже глубокая Они только что хорошо И наверняка сытно поужинали Как что-то не уснуть Но для него есть вещи важнее Они пока этого не понимают Снова натошел И молился теми же словами А когда опять вернулся То застал их спящими Второй раз Глаза у них слипались Они не знали Что ему ответить Приходит он в третий раз И говорит Все то вы спите Все почиваете Довольно Настал час Когда сын человеческий Будет предан в руки грешников Вставайте Идем Близо к тот Кто и предаст меня Смотрите Даже упреком Это не назовешь Так легкое недовольство Все то вы спите Все то вы почиваете Когда же вы Вот Только что же Говорили Вот Это удивительно Что Там где могли быть сказаны Очень горькие слова Мы видим скорее Но Удивление Скорее Вот просто Называние того Что происходит И пока он еще говорил Явелся Иуда Один из двенадцати И с ним большая толпа С мечами и дубинами Люди первосвященников Книжников и старейшин А предатель еще прежде Условился с ними так Кого я поцелую Тут и есть Иисус Хватайте его И вводите без помех Знаменитое выражение Поцелуя Иуда То есть Он хочет Выдать Иисуса Ведь ночь К тому же Они Не очень хорошо Может его помнят Не уверены Кто это такой Это не те люди Которые в храме Стояли при нем Да Набрали каких-то Головорезов Которых только смогли найти И Почему поцелуй То есть Он хочет сделать вид Что он здесь ни при чем Что он просто подошел Поздороваться Причем так нежно Поздороваться с учителем Ну на Ближнем Востоке Мужчины целуются Довольно Просто Это вполне Среди них принято Видимо в древности Было тоже И вот он Сразу подойдя к нему Приветствовал его Раби И поцеловал Раби То есть учитель Буквально великий И вот это И было Предательством Да То есть Можно говорить Очень высокие Красивые слова Но при этом Предавать А прочие Схватили его Взяли под стражу Один из стоявших Рядом учеников Выхватил меч И ударил Раба первого Священника Отсек ему ухо Молодец Попытался защитить Хотя бы учителя Иисус отвечал Этим людям Вы словно На разбойника Вышли с мечами И дубинами Пришли взять меня Каждый день Я был с вами В храме И учил Что ж вы не схватили меня Впрочем Так должно Исполниться Писание То есть Есть Действия людей Но есть и некий Божественный замысел Который эти действия Исполняет Даже если Эти люди Об этом не думают Даже если Они глубоко Нечестивы У них свои Совершенно иные Мотивы И все его Ученики Разбежались Прочь Дальше Очень странный эпизод Смотрите Такая мрачная сцена Вот все плохо И вдруг Комедийный эпизод Был там Подли него Один юноша Завернувшийся В покрывало На голое тело Ну видимо Там где-то прилег Прикорнул Разделся Накрылся А тут какие-то события Он даже одеться не успел Или там Горячий такой Мальчишка Схватил Что попало Замотался И в этом покрывале Ходит В покрывало На голое тело Когда его схватили Оставил у них В руках покрывало Убежал голым Ну что это за комедия Еще какая-то такая Не совсем пристойная Вы знаете Скорее всего Это Марк Описывает себя Самого Почему? Потому что Ни один другой Евангелист Этого не упоминает Потому что Этот эпизод Абсолютно Не нужен Для повествования Если вот только Не сказать Ну вы посмотрите Какими мы тогда были Вот Хватает нашего Учителя А мы Не можем Не спать Ну Марка Там не было Конечно Были ближайшие Лучшие ученики Да Не можем Не спать Мы не можем Вообще Дать за себя Какое-то твердое слово Как Петр Самый лучший Первый из них И даже вот Какая-то Вот такая Мелкая история Она Показывает До какой степени Вот не готовы Мы Ученики К тому Что происходит Иисуса Отвели К Верховному Первосвященнику Где собрались Все первосвященники Со старичными И книжниками Вообще Первосвященник Один Но Собирательно Так называют Видимо Все высшее Духовенство Храмовое А Петр Шел следом За ним Поодаль Пока не добрался До внешнего двора Первосвященника Все-таки Стараются Проводить Как-то Понять Что будет Там он Подсвел костр Чтобы погреться Вместе с его слугами Ночь Холодно Весна еще Ничего плохого Пока не делает А первосвященники И весь Синодрион Это Верховный Совет Собственно Высший орган власти Собственно Иудейский Над ним еще Римский наместник Но Он чужак А вот свои Это именно Синодрион И весь Синодрион Искали свидетельство Против Иисуса Чтобы осудить его На казнь Но не находили Много было Против него Ложных свидетельств Да только они Не сходились Очень частая история Когда Ложесвидетели Врут И Это становится ясно Потому что они Врут по-разному А некоторые Поднялись И стали Свидетельствовать Против него Так Мы слышали Как он говорил Я разрушу Этот рукотворный Храм И в три дня Воздвигну Другой Нерукотворный Да Интересно Вообще-то Такие слова Иисуса Приводится Но Имелось Ввиду Его тело Которое Будет Разрушено И он Воскреснет Ну и в этом Свидетельстве Не было у них Единства Тогда вышел На середину Первого священника Задал Иисусу Вопрос Что же ты Не отвечаешь На все эти Свидетельства Против тебя А тот Молчал Не отвечая Ничего Тоже Странно Да Почему бы ему Не ответить Допустим Да Так Я говорил Я говорил Но имел ввиду Другой Или они Нагло врут Не было ничего Почему молчит Видимо потому Что Понимает Что это бесполезно Что он уже Приговорен Вот самим Фактом ареста Более того Желанием Первосвященников Книжников Фарисеев И Саддукеев Совместным желанием Вместе С согласием Иродиан Его убрать Со сцены Он мешает Зачем Спорить с теми Кто все для себя Уже решил И снова Первосвященник Задал ему вопрос Ты ли Христос Сын благословенного Бога Вот собственно Ты мессия или нет Вопрос лоб Иисус ответил Да это я Вы увидите Сына человеческого Сидящего по правую руку От высшей силы Увидите Как он грядет На облаках небесных Вот там где Это пересказ Пророчества Из псалтирии Книги Даниила Пророчества Которые говорят О мессии И там где идет Прямой вопрос Там Марк Дает прямой ответ Получается Что Имеет смысл Сказать самое главное Когда об этом Прямо спрашивают Выкручиваться Или там наоборот Нападать Заставлять других Выслушать Принять твою Точку зрения Какой смысл Они не для этого Собрались Тогда Преосвященник Разорвал Свою одежду Со словами К чему еще Нам свидетели Вы слышали Богохульство Как вы считаете Вот Он им дает В руки То чего Они не могут Найти причины Для казни Не было ли Это опрометчиво Не надо ли Было промолчать Он молчал На все прочие Обвинения Да Но Это именно то Что Есть правда Это именно То Что Да Пусть оно Для него Будет основанием Для приговора Но Что Собственно говоря И есть Мессия Сын Бога Живого И они Единогласно Осудили Иисуса На казнь Ну Наконец Получили возможность Да Были там те Кто стал плевать В него И закрыв ему Глаза Бить по щекам Приговаривая Скажи пророчество Ну Видимо Прореки Кто ударил Тебя Да Здесь правда Сказано пророчество Но это будет Тоже таким Свидетельством Чуда Да Если он С закрытыми глазами Распознает Кто И слуги Тоже наносили ему Удары Слуги В принципе Которые там Для совсем Других целей Но вот И они Устраивают себе Маленький праздник А Петр Тем временем Был во дворе Подходит к нему Одна из служанок Превосвященника Смотрит Как он греется И вглядевшись Говорит А ведь ты Был с тем Назарянином С Иисусом Назарянином Из города Назарет Он возразил Не знаю Что ты говоришь Не понимаю И вышел Во внешнюю часть двора На всякий случай Подальше от нее Тут пропел петух А служанка Глядя на него Продолжала говорить Тем Кто там стоял Да он тоже из этих Он снова возразил А спустя некоторое время Один из стоявших Рядом Сказал Петру Точно ты один из них Ведь ты Галилеянин Видимо он Говорит С диалектом С выговором Кем-то особенным Да А тот Начал клясться И божиться Что не знает Человек О котором шла речь И тут Снова пропел Петух И Петр Вспомнил Что говорил ему Иисус Не успеет Петух Пропеть дважды Как от меня Ты отречешься Трижды И в слезах Выбежил он Вот Глава про Не сбывшиеся ожидания Глава про То как Люди предполагают Что-то Но не могут Этого не то что Гарантировать Не могут даже Предвидеть Как сами поведут себя Ну а в 15 главе Конечно состоится Самое трагическое Продолжение следует...